В галерее «Классика» представлена экспозиция народного художника Виктора Шилова. Выдающихся полководцев Великой Отечественной войны, изображенных на картинах, объединяет одно – все они были удостоены Ордена Победа. Серия этих полотен создавалась сразу после работы художника над циклом «Патриархия». По мнению Виктора Шилова, святые военно-начальники обладают одной общей силой. И для меня, наши начальники, которые во время Великой Отечественной войны спасли нашу Родину от фашизма, от немецких захватчиков, это тоже люди духа. Как ни странно, мощного духа. И нет больше людей, чем покрыть грехи брата своего и положить живот свой за жизнь другого. Поскольку основная роль парадного портрета идеологическая, изображение достаточно однотипным. Здесь нет человека в его эмоциональном разнообразии. Образы эстетичные, в какой-то степени театральные. Сам художник признается, что такая традиция написания портретов перекликается с картинами одного из залов Эрмитажа. Естественно, когда я приступил к работе над этой серией, я много копировал, изучал в Эрмитаже галереи Джордж Доу, англичанин, который написал эту галерею 12-го года, войны, 812-го года. Экспозиция «Маршала Победы» является передвижной и не раз выставлялась во многих городах нашей страны и даже в Кремле. А портрет маршала Жукова был подарен лично президенту. По мнению зрителей, картины Шилова – это гимн российской истории. Но сам жанр такой живописи не является уникальным. Я не считаю, что это какая-то великая живопись, но она имеет право на существование того, чтобы люди могли просто увидеть людей в достойном виде. Потому что вот был недавно фильм «Маршал Жуков», «Маршал Жуков в подтяжках», «Маршал Жуков в нижнем белье» – это все, конечно, замечательно. Здесь мы видим мужчину-победителя, мужчину, который сделал свое дело. А самое главное, что мужчина должен сделать, если он в форме, защищать свою страну. Поэтому, наверное, портреты как раз это и символизирует. Сейчас художник работает над серией «Афонские старцы». Часто бывает в Афоне и много общается со старообрядцами. Шилов считает, что каждому человеку следует быть верующим, а художнику – истово верующим. Только в этом случае его картины будут откровением.